Помимо перфектных причастий, в данном уроке также обсуждается очень специфичная для греческой конструкция так называемый самостоятельный родительный падеж. Самостоятельный родительный падеж не имеет точного аналога в русском языке, и поэтому, когда студенты сталкиваются с ним, у них возникает некая проблема с узнаванием, с узнаванием того, что это такое и как это переводить. Проблема усугубляется тем, что самостоятельный родительный падеж чаще всего встречается у Матфея, у Луки в текстах, которые достаточно сложны и которые на первом курсе редко обсуждаются, редко переводятся. Мы начинаем с каких-то текстов попроще, и поэтому, хотя мы сейчас познакомимся с самостоятельным родительным падежом, но в примерах, в домашних заданиях он будет там встречаться не очень часто, и великая вероятность того, что вы это подзабудете, а потом, когда вы наконец начнете с ним регулярно встречаться, будет некое недоумение. Я не знаю, что сделать, но уже, раз уж мы следуем учебнику Маунс и рабочей тетради, где не так много таких примеров, ничего не поделаешь, но просто где-то для себя как-то специальным образом пометьте, отметите, обратите внимание, что есть такая конструкция, которую сложновато распознать, которая не имеет аналогов в русском языке, и которая к тому же встречается не так часто в простых текстах, чтобы из-за повторения легко было заучить, то есть как-то приготовьте себя к тому, чтобы внимательно отнестись к данному материалу. Что за конструкция такая? Конструкция состоит из причастия в родительном падеже, и очень часто еще какого-то субстантива при этом причастия в родительном падеже, и плюс нескольких зависимых от причастия слов, они могут быть, их может не быть, причем это причастие грамматически ни с чем другим в предложении не связано. Почему это называется самостоятельный родительный падеж? Потому что есть причастие самостоятельное, то есть не подчиненное другому слову, не определяющее другое слово, стоящее само по себе, и при этом причастие в родительном падеже. Как это выглядит? Ну давайте прямо примеры из учебника посмотрим. Марка 14.43. Кай эутус, эти ауту лолунтус, парагенетай иудас. У нас есть причастие, лолунтус, в данном случае причастие настоящего времени, в родительном падеже. Есть слово ауту, тоже стоящее в родительном падеже. Есть слово эти, зависящее от этого причастия, входящего в этот причастный оборот. Вот. И если мы вот это вот все попробуем переводить по слову, на что у нас получится, и тотчас еще его говорящего приходит иуд. Чувствуете, смысла большого нет. Более того, вот это причастие в родительном падеже, лолунтус, оно ни с чем не связано. То есть оно не определяет какое-то другое слово в родительном падеже, какую-то роль предложения играющего. А вот весь этот блок в родительном падеже, он стоит сам по себе просто так. Как переводятся такие предложения? Ну, такие конструкции. Так как в русском языке нет самостоятельного родительного падежа, то при переводе на русский язык нам нужно преобразовать это в предаточное предложение. Обычно это преобразует в предаточное предложение времени. Добавляют слово когда, или пока, или после того как, или еще что-то в означающее время. Почти во всех случаях, когда срабатывает идеально. Добавляют слово когда. Причастие в родительном падеже преобразовывают в личный глагол. А слово в родительном падеже при причастии преобразуют в подлежащее этого глагола в именительном падеже. Давайте пробуем. И тотчас. Когда. Добавляем слово. Еще. Аутус ставим в именительный падеж. Он. Волунтус превращаем в глагол. Говорил. Ну и дальше продолжается обычное предложение. Приходит иудар. И тотчас. Когда он еще говорил. Приходит иудар. Ну или пока он еще говорил. Чуть для большего благозвучия. Когда можно заменить на пока. Ну как бы первый шаг, первую попытку. Начинайте с когда. А потом можете как-то приспосабливать. Или еще. Если переводить так пословно. Случилось же. Демона. Вышедшего. Заговорил немой. Теперь видите. Пословный перевод. Он какой-то очень странный вариант дает. Кстати. Вот это вам некий ключ к распознаванию. Если вы переводите внимательно. То есть. Не сочиняете что-то от себя. Отоглянули. Да там. Бес. Вышел. Заговорил. И так далее. И что-то сочинили на основе этого. Нет. Если вы не сочиняете сами от себя. А переводите аккуратно. И видите падежи. То вы обнаруживаете, что осмысленное предложение не складывается. И обнаружив, что осмысленное предложение не складывается. Вы задаете себе вопрос. А нет ли здесь какой-то специальной конструкции. И вспоминаете о самостоятельном родительном падеже. И переводите. И было. Или было же. Добавляем слово когда. Когда. Дэмоню. Ставим в уменительный падеж без. Экселтонтос. Превращаем в личный глагол. Вышел. И было. Когда бес вышел. Заговорил не вы. Чаще всего такие конструкции стоят на начале предложения. Большая часть самостоятельных родительных падежей в настоящем времени. Хотя могут быть конечно и аористы, перфекты, все остальные. Ну и вот еще давайте там другие примеры из учебника. Иоанна 8.30. Таута, ауто, лолунтос, полой, эпистеллоса, эйс, аутон. Вообще у вас в глаголоме лалео, лего, гиномай, говорил, сказал, где там случилось и так далее. Чаще всего встречаются конструкции с самостоятельным родительным. Хотя с другими возможно тоже. Итак, посмотрите. Таута, ауто, лолунтос. Это его говорящего, многие уберли в него. Не складывается. Когда это, ауто в именинке лепадеж, он, лолунтос в личный глагол, говорил, многие уберли в него. Или, опсиасдэ, геномэнэс, посылтон ауто хой матэтай. Из Матфеи, 14-15. Когда же вечер наступил, приступили к нему ученики. Видите, опсиас, мы поставим в именинительный падеж. Геномэнэс ставим, делаем личным, круговым. Когда же вечер, ну, там, пыльно случился. Когда же вечер наступил, приступили к нему ученики. Будьте внимательны к такой конструкции и аккуратно разбирайте здесь, здесь что. Да, вот вам даются некие шаги к переводу. То есть, поймите, что, боже, у вас, скорее всего, это временное значение слова, когда, пока, после того, как, подходит неплохо. Например, с настоящим временем, чаще пока, с ауристом, чаще после того, как, сказано в учебнике, но и там, и там, когда неплохо срабатывает. Матфея 9.18. Таут ауту волонтес аутоис, иду ахон хэс элтон прос экунэй аутон. Когда это он, видит трансформация, говорил им, да, могут быть причастия, зависимые слова, вот этот оборот могут входить, еще другие слова за физическую землю инвестия. Например, когда это он говорил им, вот, один начальник, подойдя, клонился ему. Ну, или пока он это говорил, начальник, подойдя, клонился. Когда, пока, видит, то это возможно. Или еще. Туто де ауту эйпонтус эгэнато стасис тэн фарисайон кай саду кайо. Когда же это он сказал, случилось расприя фарисеев и садукеев. Ну, или расприя между фарисеев и садукеев. Опять же, с когда, ну, или после того, как он это сказал, возможный вариант. Либо с когда он это сказал, тоже возможный вариант. Опять же, ауту, слово в родительном падеже ставим в именительном он. Эйпонтус, слово в родительном, причастие в родительном падеже, это аорисное причастие от лего. Лего, помните, с несколькими калериями, лего, эру, эйпон. В данном случае это родительный падеж, поэтому эйпонт, нт, суффикс, для аорисного причастия, второго аориста. Действительного залога в родительном падеже. А когда же это он сказал, случилось расприя между фарисеями и садукеев. Ну, или вот еще один пример. Иоанна 4, 51. Опять же, когда, даже слово эде, когда же он шел, слуги его встретили его. Но, так что, эдэ, наоборот, уже даже есть. Как видите, дословный перевод, да, сразу приводит к тому, что вы спотыкаетесь. Но вот эта вот трудность, которая у вас возникает, и должна вас побудить искать конструкцию самостоятельной родительной падежи. И переводите так. Причастие в личный глагол, слово при причастии в родительном падеже, подлежащее этого глагола, в начале добавляете когда. Почти, любите, всегда эта конструкция встречается в повествованиях. Обычно в начале предложения это самый распространенный вариант. Хотя, конечно, за пределами повествований это уже возможно, но редко. Ну, почти все примеры у вас. Это из Евангелия и Дианий. Ну, давайте просто, чтобы вы увидели, что в послании такое возможно, просто чрезвычайно редко встречается, но возможно, и вы должны быть к этому готовы. Давайте посмотрим, например, Римлина, пятую главу. Там сразу несколько раз встречается конструкция с самостоятельным родительным падежом. Глянем в шестой стих. Этигар, Христос, Онтон, Эмен, Астенон, Эти, Катакайрон, Хупер, Асэбон, Апитана. Так, ибо еще Христос, будучи нас немощных, еще по времени, в определенное время, за нечестивых ум. Вообще, видите, не складывается предложение, вообще не получается предложение, неосмысленное предложение. Но, если мы посмотрим все и увидим, Онтон, это причастие от глагола ими, родительного падежа, в данном случае множественного числа. Причастие от ими легко узнавать, они прям выглядят как соединительное огласное, плюс, супер, причастие, плюс падежное окончание. Теперь, Онтон, в родительном падеже, на ложественном числе, причастие настоящего времени, на этом Онтон заканчивается. Онтон, причастие от ими. Теперь, Хэмон, слово мы в родительном падеже. И мы понимаем, что здесь у нас Онтон, Хэмон, это самостоятельный родительный падеж. Онтон превращаем в глагол быть, были. Хэмон превращаем в мы и получаем еще... Ну и добавляем слово, когда. Когда еще мы были немощными. Ибо, Христос, когда еще мы были немощными, в определенное время за нечестивых умер. Там, дальше, в 8-м психе опять есть конструкция с родительным самостоятельным. Так что будьте готовы. Почти всегда вы будете встречать это в Евангелиях, особенно, я уже говорю, в повествованиях, точнее, в книге Деяний, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, чаще всего. Ну и за пределами этого иногда в посланиях тоже возможно. И последнее, что нужно знать о конструкции родительной самостоятельной, это то, что вот это многократно мной произнесенное в учебнике написано перевод предаточным предложением времени со словом когда, ну или пока, или так далее. Это самый распространенный перевод. Но все-таки бывают случаи, редко, но бывают, когда нужно не предаточное предложение времени, а какого-то другого типа предаточное предложение использовать. Давайте глянем, например, Матфея. 18 главу, 25 стих. Такая притча о прощении. Мээ, эхантус де ауту, апо дун най, экелеус сэн аутон хо, кюриус, патэн най, кайтэн гунайка, кайтэн тэкна, кай панта, поса эхэй, кай апо дотэн най. Не имеющего же его заплатить, повелел его господин продать и жену, и его жену, и детей, и все, что он имеет, и заплатить. Смотрите, вот это, не имеющий его заплатить. Это тоже конструкция с родителем самостоятельным. Эхонтус, причастие в родительном падеже, аутус, слово в родительном падеже. Но здесь, когда не имел он заплатить, звучит не очень, и по контексту не подходит. И вот здесь довольно редкий, но возможный пример, когда конструкция с родителем самостоятельным имеет не временное, а причинное значение. Так как не имел он чем заплатить, повелел господин продать. Вообще, конструкция с родителем самостоятельным, они обладают таким обстоятельственным значением, чаще всего временной, видите, причинная, какие-то другие тоже возможны, но редки. Поэтому, кстати, причастие в этой конструкции никогда не имеет артикля. Оно тоже обстоятельственное по своему смыслу. Оно описывает какое-то дополнительное сопутствующее обстоятельство, дополнительное действие. Вот оно, да, оно имеет свое собственное подлежащее, не подлежащее предложение, а собственное подлежащее. Словом в родительном падеже это подлежащее выражено, но все равно такая обстоятельственность в нем есть и преобразуется оно в глагол. Поэтому вот обычно в повествованиях, хотя не всегда, обычно в начале предложения, хотя не всегда, Слово «причастие в родительном падеже» плюс слово «еще субстантив в родительном падеже» плюс, возможно, какие-то другие зависимые слова обычно переводится на русский язык следующим образом. Когда? Ну, возможно, и другие обстоятельственные слова. Субстантив в родительном падеже ставится в именительный падеж, причастие делается личным глаголом и получается вот такое предаточное предложение. Да, вот немного непростая, непривычная для нас манипуляция, но ее приходится делать, потому что самостоятельный родительный падеж в греческом языке есть, а в русском его нет. Так что посмотрите, обратите внимание, как-то запомните долговременной памятью, чтобы когда вы дойдете до регулярного чтения, особенно поисковательных текстов, вы это вспомнили и этим пользовались.